Этот отчётный концерт станет первым за последние два года. В 2014-м его не проводили. За это время коллектив успел дважды стать победителем на всеармейском смотре-конкурсе ансамбле «Песни и пляски». Артисты много гастролировали, работали и в Сочи, и в Москве, принимали участие в фестивале «Армия России» и в военных играх в Каспийске. Приобретённым опытом коллектив поделится со зрителем на отчётном концерте. Руководители солист ансамбля обещают удивить новыми номерами. «Мы взяли очень серьёзную работу. Это цыганский танец из балета «Дон Кихот». Сделали такую хореографическую фантазию. Сейчас пока секреты выдавать не хотим. Мы на самом деле готовим сюрприз и очень серьёзный для зрителя». Артисты ансамбля репетируют ежедневно. Балетная группа оттачивает хореографию, оркестр разыгрывается, а хор распевается. Занимаемся мы каждый день строго по графику и постоянные репетиции, индивидуальные репетиции. То подготовка учит свои партии, все свои нюансы учит. И совместные репетиции, сводные репетиции, как мы их называем, как сейчас на сцене сводные репетиции. Надеемся, что зрителю понравится наша программа, новая программа. Александр Гуляев поёт в ансамбле уже 30 лет. Свои первые выступления в Севастополе мужчина вспоминает с улыбкой. Но тогда ему было не до смеха. Переехав из Германии Александр Гуляев практически потерял голос, не мог брать высокие ноты. Акклиматизация сказалась. Здесь я пришёл и ничего не могу петь, потому что была акклиматизация голоса. Я, наверное, год пел только самые такие лёгенькие песни, мои шуточные там разные. С врачом я посоветовался. Она говорит, ничего страшного, голос, всё нормально, только просто это акклиматизация, чтобы не беспокоиться. И мне стало лучше. И я с удовольствием влился хорошо в коллектив. Ансамблю песни и пляски Черноморского флота 83 года. Сегодня в коллективе 65 артистов. 15 из них военнослужащие, остальные гражданские. Военнослужащие ансамбля служат, естественно, в ансамбле. Но помимо непосредственно профессиональной подготовки, как по музыкальному инструменту, вокалу или хореографии, также у нас есть и боевая подготовка, как у обычных военнослужащих. Это и строевая, и изучение общевоинских уставов, и огневая подготовка. Поэтому военнослужащие ансамбля действительно полноценно готовы в случае чего встать в строй и защищать Родину. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота приглашает горожан на свои отчётные концерты. Они пройдут 19 и 20 декабря в Дофи. Начало в 18 часов. Готовится исключительно новая программа. Рассчитана она на два часа. Стрители ожидают хореографические миниатюры, исполнение песен в новых стилях для ансамбля и особый сюрприз, который пока держится в секрете.